Здравствуйте, уважаемые зрители, тип-канала Daily Europe Online и тип-канала, кстати, Боровой Лайф. У меня в гостях Константин Танч Боровой, известный общественный деятель, политик, предприниматель. Здравствуйте, Константин Танч. Здравствуйте, Михаил. Мы на этой неделе с вами встречались на экстраординарные события. Они заставили меня к вам вновь обратиться на этой неделе с просьбой дать интервью, а именно смерть Алексея Навального в колонии, смерть, которая по всем признакам похожа на убийство, сознательное либо несознательное, в любом случае это убийство Алексея Навального, в котором в любом случае виновен Алексей, точнее, Владимир Путин. Насколько для вас случившееся стало шоком, вот персонально для вас? Ну, я не уверен, что это убийство. Понимаете, как говорил Воланд, то, что мы не бессмертны, это полдела. Мы смертны внезапно. У меня несколько знакомых умерли от тромба. Оторвался тромб, и это такой какой-то несчастный случай. Он происходит иногда. Конечно, он прожил бы дольше, если бы он жил как дочка, жена на побережье Тихого океана. Возможно, а возможно и нет. А я не думаю, что это убийство. Он очень выгоден был власти. Такой контролируемый лидер оппозиции. Ну вот, очень похоже на Лимонова. Лидер оппозиции, лидер молодежи, лидер революции. В нужный момент поддержал Путина. Или, скажем, у нас еще есть хороший пример. Лидер такого военного протеста, девяжухи. Это Пригожин. Понимаете, который, ну, по мнению многих, кто смотрит через розовые очки на события в России, человек, который выступил против Путина, вот, на самом деле там за Путина. Ну и взяли и убили его. Это, понимаете, расходный материал. Они не очень о нем заботятся. Лимонов, Пригожин, Навальный. Это же можно создать таких много героев, так сказать, на час. Основное, вы знаете, я искал вот во всех этих случаях какую-то закономерность, что-то общее. И неожиданно нашел общее обожествление по поводу каждого из них, по поводу Лимонова, Навального, Пригожина и Путина. Были изготовлены иконы. Понимаете? И это были такие образы для поклонения. Константинович, здесь все-таки позвольте с вами как бы не согласиться. Алексей Навальный, он же получил 25 нарядов в ШИЗО. Очевидно, если вы хотели сохранить в роли руководителя оппозиции, во-первых, он нужен был бы на свободе, но если даже в заточении, то явно нельзя было человека подталкивать к тому, чтобы просто человек умер в тех условиях, которым и создавала российская власть. А, по-моему, очевидно, что ШИЗО – это не курорт. Лимонова, может быть, и сажали в тюрьму. Это было вдалеке в 90-е, а при Путине Лимонов не сидел. Поэтому стоит ли сравнивать в данном случае Лимонова и Навального? Понимаете, ну вот наивность в вопросе о Навальном меня всё-таки удивляет. Она зашкаливает, безусловно. ШИЗО, знаете, изолятор строгого содержания, оттуда Навальный ведёт свой блог, сообщает, что у него отняли телефон. Ну, видимо, телепатически, что ли, я не знаю. Ну, через адвокатов, но, послушайте, через адвокатов он передавал в письменном виде публикации, они размещали в соцсетях, как раз здесь всё понятно. Он же не вёл прямые трансляции и не постил селфи из ШИЗО. Ну, это разные вещи. Адвокаты несколько раз говорили, что этого они не делали, что это запрещено законом, и они соблюдают закон. И никогда не вели за него блог. И самое главное, что там реакция очень быстрая. Скажем, по поводу смерти Михаила Сергеевича Горбачёва, ну, мы уже говорили об этом тысяча раз. Интервью он дал в течение 20 минут после смерти, как только стало известно. Это, Михаил, это для дурачков. Понимаете, это слишком прозрачно, очень много накладок. И это работает, это работает для публики, не вдумывающаяся ситуацию. Это работает для сторонников Навального, которые придумывают истории вроде той, которую вы сейчас высказали, что через адвокатов он размещал в своём блоге какие-то посты. Но это для некритически мыслящей публики. Вы всё-таки претендуете на то, чтобы быть аналитиком? Относитесь серьёзно к информации, которая вам поступает? Да, но, с другой стороны, нет ни одного аргумента, который говорил бы о том, что у него, у Навального в ШИЗО был телефон, он сам размещал свои публикации. Просто в то, что это делали адвокаты, я, ну, как бы охотно верю, просто потому, что такая практика есть. И более того, в публикациях всегда описалось о том, что этот пост размещен адвокатами Навального. Понимаете, здесь как раз нет никакого противоречия, более того, нет никакого нарушения закона. Где свидетельство, что у Навального был телефон в ШИЗО? Ну, вы зачем-то перевираете информацию, что в каждом посте было сообщение о том, что это размещено адвокатами. Но это не так, Михаил. Ну, зачем? Зачем вы распространяете эту недостоверную информацию? Ещё раз, вы аналитик. Пожалуйста, рассуждайте, как аналитик, не как сторонник Навального, влюблённый в него, у которого есть икона с Навальным и с Путиным заодно. Они как-то, между прочим, сочетаются, похожи. Вот. Критически. Костян Анатольевич, понимаете, мне на Навального так же точно плевать, как на Путина, но просто ради объективности, ведь если мы аналитики, но мы как бы, когда мы говорим о том, что Навальный сам размещал свои посты, мы берём на себя ответственность, фактически расписываясь в том, что Навальный был провокатором охранки. Но явно провокатора охранки не убивают в тюрьме, не сажая его в ШИЗО. Ну, просто для меня вот это какой-то внутренний сюр. Провокатор охранки Пригожин. И он этого не скрывал. Чувака Вагнера, понимаете, созданная там ГРУ во всём мире, занимающаяся провокациями, военными провокациями. В момент, когда он становится ненужным, когда становится отработанным материалом, его просто уничтожают. Провокатор охранки Лимонов, который сажает в тюрьму, одновременно раскручивая, как лидера оппозиции, как лидера революции. В какой-то момент он понадобился как сторонник Путина. Ну, сыграл и эту роль на Василии в спуске. Провокатор Навальный, который в момент, когда началась война в Украине, значит, он не обвинял ни в чём Путина, так сказать, никак не высказывался по этому поводу. Более того, вернулся в Россию для того, чтобы не высказываться по этому поводу, понимаете. это был способ сохранить его как резерв главного командования для того, чтобы... Я сочувствую Путину. У него такой инструмент очень мощного воздействия на общественное мнение, на сознание публики пропал. Но сейчас, возможно, Юлию Навальеву используют так же, как в своё время Тихановскую начали раскручивать как лидера оппозиции Беларуси. Не надо очень сочувствовать, так сказать, чекистам в их проектах, которые не всегда заканчиваются успешно. Ну вот Пригожинский проект, ну это же явный провал был, понимаете. Идея очень хорошая имитировать такую революцию, выступление против Путина, борьба с Шойгу, Герасиевым. А потом, когда он отработал эту версию, ну взяли его и уничтожили. Навального никто не убивал, как мне кажется. Вот. Это тот самый несчастный случай, который происходит довольно часто. Мы смертны внезапно. Ну, знаете, Константинович, если бы Вы мне сказали, что Навальный имел, ну скажем так... Я не хочу спорить с Вами на эту тему. Вы меня спросили, я высказался. Нет, это не спор. Аргументов, которые существуют у навалистов, у сторонников Навального, огромное количество. И деньги, которые он получал от Чемезова, это не деньги, Чемезова, это то, что он собирал от простых граждан по 5-10 рублей. и расследование, которое он проводил, это честное расследование никакого отношения к ФСБ не имеющей. И количество просмотров полтора миллиона ролика, или уже два миллиона, о дворце Путина, это честные цифры. Там вообще-то 140 миллиона, почему два миллиона? Там 140 или 200 миллиона, почему два? А, извините, полтора миллиарда. Полтора миллиарда количество просмотров роликов Навального. Ну, бесконечное количество аргументов за... Ну, жалко тратить на это время. Слушайте, Косин Датч, но с другой стороны, вот мы оба знаем Марка Захарыча Фегина, у него баснословное количество просмотров. И вы, и я, мы против обвинений, которые выдвигал Марк Солонин в отношении Марка Захарыча и считаем это чепухой, потому что Марк Захарыч оппозиционер, да, и никакого отношения к ФСБ не имеет. Мы это с вами знаем. Так почему мы в одном случае, в случае Марка Захарыча, мы с вами уверены в том, что, значит, Марк Захарыч оппозиционер, и все то, что говорит Солонин, это поклеп в адрес Марка Захарыча, а в случае Навального все его просмотры мы относим к накруткам ФСБ. Просто мне интересно. Ну, потому что там в одном случае полтора миллиарда просмотров и работа огромной группы, финансируемой там из непонятных источников. Ну, почему основатель Билайна? А в другом случае, в случае с Фегиным, это все происходило у нас на глазах. Первые, там у него был, я помню время, когда у него было подписчиков там меньше, чем у меня, у меня в Фейсбуке 140 миллионов, у него было меньше. 140 тысяч у вас. То есть, 140 тысяч, да, извините, да, не миллионов. Вы накрутили. Да, да, накрутил, это правильно, вы меня критикуете. Вот, и это все происходило у нас на глазах, когда он каким-то образом уговорил, захватил Арестовича, через него шла очень новая, необычная информация, эти его тоже очень новое поведение, такое несвойственное тогда блогерам. Пожалуйста, подписывайтесь, там прерывает сообщение, прерывает эфир, подписывайтесь, иначе там не буду продолжать, вот пока еще там 100 человек не подпишется или 100 тысяч, вот, продолжать не буду. Это все у нас на глазах было. А то, что происходило с роликами Навального, ну, начинался вечер по Москве, там, в 10 вечера, за целый день, там, 5 просмотров, а потом включается накрутка, да, так и было, я сам это видел. Потом включается накрутка и по там, 10 тысяч в минуту. Ну, это все у нас на глазах происходило. Михаил Тавел. Может быть, просто Навальный раньше всех начал, еще до того, как начал Марк Захарович, просто тот, кто начинает, у него всегда есть фора, кто начинает позже, ему намного сложнее. Да, вот Марку Захаровичу было сложно. Группа националистов, группа, которая поддерживала Навального, она в свое время участвовала, участвовала в этот Координационный Совет Оппозиции, там было голосование, и вдруг на голосовании какие-то, ну, совсем никому неизвестные националисты, там, Тор, Бандарик, собрали десятки тысяч голосов, и тогда сами члены Координационного Совета сказали тогда, не, ребят, так не пойдет. Накручивать... Окей, я понял, о чем вы говорите. Накручивать нельзя. И это была та же группа, которую потом накручивала для Навального националисты. Я их очень хорошо знаю, я их наблюдаю и следую с 92-го года. И это люди, которые очень хорошо освоили интернет, освоили инструменты, люди, которые активно сотрудничают с ФСБ, с КГБ тогда. Да, но за Навального не только же националисты 13-го года голосовали на выборах мэра Москвы. Вот как пример. Навальный был раскручен очень активно, агрессивно. Навального продвигала сама власть. Это были контролируемые выборы. Там было огромное количество людей, которых просто ввели в заблуждение, действительно имитируя, что он как бы лидер оппозиции. Ну, если вы верите в то, что он лидер оппозиции и действительно борется с Путиным, пытается его сместить, тогда нам не о чем говорить. Нам действительно уже не о чем говорить, потому что, собственно, Навальный умер, погиб, поэтому, естественно, уже ни с кем не борется. Просто здесь опять же... у нас... Знаете, Навальный может быть и умер, но структура, которая придумала его, создала, она жива, она существует. Это ФСБ либо ФБК? Это ФСБ, и это Кремль вообще, потому что там не все исходит от ФСБ, это только часть работы. Знаете, в 60-х годах вышел фильм такой, по-моему, это был не «Застава Ильича», вот Хуциева, Марлена, по-моему, это был другой фильм. И там была такая история, фильм запретили или, во всяком случае, эту сцену очень быстро по цензурным соображениям убрали, там молодой человек, главный герой, приходит к следователю, который посадил его отца или деда и хочет с ним поговорить, но обвинить его. Это там невинного человека посадили, он погиб там. Наверное, не «Застава Ильича», пусть там отец главного героя погиб на войне. Вот. И вдруг появляется внук, этого чекиста, следователя, садиста, который добивался показаний людей на самих себя и говорит, это мой дед, я его люблю, отстань от него. и смысл вот этой сцены состоит в том, что они как бы примеряются, понимаете, они отказываются от того, чтобы вот расследовать то, что произошло раньше. Вот. Примеряются и придают забвение. Вот там этого старика следователя и погибшего там отца деда, вот этого делать нельзя, понимаете, это ошибка, это ошибка, которая, ну, вот я ее видел тогда во времена оттепеля, это попытка простить преступников, и делать этого никогда нельзя, конечно. Тогда не было возможности проводить иллюстрации, тогда Хрущев, конечно, даже и не думал о том, чтобы кого-то наказывать, там несколько следователей были расстреляны, следователи КГБ вот за садистские преступления во время процесса врачей, вот, но основная идея была в том, что коммунистическая партия, тем не менее, остается, ну, вот тоже ошибка, эта ошибка была повторена в 91-м году, когда Ельцин отказался от реальных, настоящих иллюстраций против КПСС и КГБ, когда он пытался подменить иллюстрации против КПСС репрессиями против, там, лично Горбачева, ну, вот, я его тогда остановил Ельцин. Константинович, вот, буквально последний вопрос, он уже не посвящен теме Навального, а посвящен заявлению, которое сделала ГУР, ГУР, Главное управление разведки украинской, которое заявило о том, что диктатор Владимир Путин хочет, значит, оккупировать Авдеевку, хочет захватить Купинск в Харьковской области в преддверии президентских выборов, которые остаются в марте этого года в России, то есть, скажем так, показатнику первую победу, да, ну, то есть, как вы имеете, первую победу конкретно вот в этих точках географических, то есть, чтобы показать, да, что Россия чего-то там добивается, существовать в своей агрессии, вот насколько действительно этот сценарий имеет место, так, и, соответственно, как вы относитесь к обещанию Запада предоставить в этом году Украине миллион дронов, миллион? Ну, во-первых, первая победа, это победа, которая больше похожа на поражение, значит, здесь этот термин просто не применим. Почему? Почему, но он применим, потому что за два года Россия уложила в украинскую землю сотни тысяч человек, по сути, ничего не добилось и отдельные районные точки, которые Россия, ну, как бы, пытается оккупировать. Михаил, я вас прошу, пожалуйста, ничего не добилось, проиграло, отступило от Киева, от Харькова, Россия эту войну выиграла, оккупировано 20% территории, значит, положено там сотни тысяч жизней, и в том числе сотни тысяч жизней украинцев, и продолжать там рассказывать всем про победу украинского оружия, ну, это смешно просто. Возвращайтесь в реальность. Реальность хуже, чем нам хотелось бы. Украина проигрывает в этой войне, у нее нет столько ресурсов, чтобы оказывать сопротивление. У нее нет союзников верных, в достаточном количестве, чтобы, так сказать, иметь необходимое оружие. То, что происходит в Авдеевке, ну, вот эти рассуждения о том, что Путину нужно захватить Авдеевку, чтобы показать на выборах, ему ничего не надо показать, результат выборов предопределен. Ему иногда нужно что-то показать для Запада. Ну, вот надо показать, что выборы действительно происходят. Но показывать для своих граждан какую-то видимость победы ему не нужно. Это нужно ГУР, для того, чтобы не выключалась вот эта модель мобилизационная, очень важная для руководства Украины, которая почему-то продолжает не хотеть мирных переговоров, остановки этой войны. В условиях, когда это просто неразумно. Понимаете? И я продолжаю призывать, настаивать на том, чтобы возвращались в реальность руководства Украины, журналисты, которые говорят о победе украинского оружия в ситуации, когда цена за сопротивление этому варварству, ну, колоссально просто. Та же Авдеевка, понимаете, там речь идет о каждый день о тысячах жизней украинских граждан. Ну, это стоит эта Авдеевка того, или нет. У нас с вами интервейный дебат. Да, конечно. Поэтому это риторический вопрос, я могу на него ответить сам. Авдеевка того не стоит. для Авдеевки, там, для группы войск, которые находятся в окружении и которые там просто уничтожают. Мне жалко этих ребят, солдат. Вот. И я вижу бессмысленность этих действий и призываю это остановить. Константин Анатольевич, спасибо вам большое за это интервью. Константин Анатольевич Боровой, известный общественный деятель, политик, предприниматель, был сегодня с нами. Подписывайтесь на наши каналы и до новых встреч. Спасибо большое, Константин Анатольевич. Спасибо. Спасибо.